Ну что ж, друзья, всем привет и сразу переходим. В общем, как я говорил, я постараюсь сдавать больше прогнозов и вот это один из этих случаев. Что ж, друзья, поединок Калум Смит и Джон Райдер. Что ж, ну начать хотелось бы с Калума Смита, да? Да, бесспорно, парень за последнее время добился высоких успехов в кубке Мухаммеда Али. Еще и нокаут в финале, хотя перед участием в кубке Мухаммеда Али особо так Калума Смита и никто так особо и не верил. Вот. Ну что ж, вот. Такой, в принципе, незначимый и невзрачный поединок для Калума Смита, да, против Джона Райдера, да? Ну, друзья, скажу честно, Джона Райдера я изучал очень хорошо. И больше всего меня зацепил его поединок с Билли Джо Сондерса. Этот поединок еще был в далеком тринадцатом году, но выступление Джона Райдера мне очень понравилось. Он бился до последнего, вот, Билли Джо Сондерса. Старался ни в чем не уступать, насколько это было возможно с его стороны. Вот. И этот поединок прошел все 12 раундов. Еще, друзья, может, кто его хорошо не знает, скажем так, буквально еще в недавнем времени я его вообще не знал, но я хорошо проанализировал и изучил стиль этого бойца. И по большей части расскажем, так затронем тему больше за него, потому что, ну, кто такой Калума Смит, ну, известно многим людям и большой аудитории, в принципе. Естественно, он явный фаворит у букмекеров, как бы. Ну вот, друзья, что еще хотелось бы отметить за Джона Райдера, да? Этот парень обладает неплохим ударом. Имеет четыре поражения, и в основном у него проблемы вот с такими, скажем так, с боксерами, которые он-то по метре примерно, как именно Калум Смит, да? Ну, естественно, в этом поединке ни на какую победу там или там лайки-панча особо Джону Райдеру не стоит рассчитывать. Но этот боксер, он с невероятным характером. Вот, у него такой характер идти до конца и рубиться до конца. Это по его поединкам, которые я просматривал, вот, особенно с Билли Джо Сондерсом я разбирал, вот, там и в замедленном, и всяким. Он очень хорошо себя показывает, парень, блин, с очень хорошей держалкой. Кто-то может его назвать хорошим, крепким средняком, кто-то его даже может назвать притопом, и то, и другое мнение. В принципе, я с ним соглашусь. Вот, сколько людей, столько мнений, как говорится. Но, будет ли это настолько легкая прогулка для Колома Смита, как оценивает букмекер? То есть, шансов Джону Райдеру они вообще не дают, там, 1 к 12 или к 13, что-то такое. Вот, друзья, ну, вот, кажется, какая тут интрига, какой тут можно прогноз дать? Но, друзья, прогноз, друзья, может, не все, так скажем, хорошо знают Джона Райдера, но это действительно, он свой боксерский путь прокладывал кровью и потом. Он никогда не сдавался. И вот, друзья, может, вы меня здесь поправите. По-моему, досрочно он никому так и не проигрывал. То есть, но, если же все так-то я не смог все его поединки прям затронуть, вы напишите в комментариях, может быть, вы знаете, кому он и проиграл там досрочно. Но, по-моему, таких не было, насколько я просматривал его в Википедии и где только мог найти, да, и поединки его просматривал. Вот, поэтому, друзья, у меня вывод такой. Легкая прогулка для Колома Смита в каком-то плане, может, и будет. Потому что особой конкуренции по очкам, там, возможно, только случайный лаки-панч, там, неплохо Райдер бьет по корпусу, ну, это бокс, это все может случиться. Ну, конечно, я тоже считаю Колома Смита абсолютным фаворитом. Но, переходим, друзья, к ставке. Я думаю, я описал вам хорошо, кто предстанет перед Коломом Смитом, что он себя представляет, да. Вот, касательно ставки. Букмекеры считают, что этот поединок Колом Смит должен заканчивать досрочно. В принципе, оно вполне возможно. Но, друзья, зная характер и уже неплохо изучив этого парня по его поединкам, да, и то, что, в принципе, Билли Джо Сондерс тоже очень техничный боксер, похожий стилем где-то с Тайсоном Фьюри, да, и то, как бы, ничего такого прям выдающегося он не смог сделать против Джона Райдера. Друзья, как бы кто ни считал, я считаю, что Колом Смит не сможет разобрать в первой половине Джона Райдера. Поэтому, друзья, предлагаю такую ставочку, как Токтал, больше 7,5 за коэффициент 1,95, практически двушку. Вот, поскольку, ну, Джон Райдер – это настоящий воин. И держалка у него на очень и очень достойном уровне. И даже в некоторых моментах, поскольку Колом Смит не всегда пользуется своей хорошей антропометрией, может и зарубиться, может найти небольшой шанс, и в одном из моментов может, в принципе, он потрясти. Я не говорю, что он будет нокдаун, там, что он пошлет в Колома Смита в нокдаун, но я скажу, что прям легко в Колома Смиту в этом поединке не будет точно, друзья, я в этом уверен. Поэтому я считаю, что ставочка Токтал больше 7,5 должна заходить на процентов 70-75, как по мне. Да, Смит обладает нокаутирующим ударом, но зная держалку Джона Райдера, я считаю, что эту, то есть, 7 раундов он должен выдержать. Возможно, если там поздних раундов, там, вот Смит начнет добивать, там, конкретно уже. И то, друзья, есть еще такая ставочка, большую сумму я никому не советую ставить, и сам я большую сумму заряжать не буду, но для любителей рискнуть, я предлагаю такую ставочку, друзья, как еще полный бой, вот, это рискованная. Проценты ее заходимости, ну, примерно 60, даже 55 на 45, то есть 55 я отдаю, что она зайдет, это очень рискованная ставочка, но все же, то, что бой, возможно, может пройти полную дистанцию, да. Коэффициент, друзья, без копеек трешка. Коэффициент хороший, но Колумб Смит может и добить в поздних раундах, как по мне, там, начиная, там, с 9 по 12. Но я все так-то буду ставить две ставки, там, ну, я считаю, что, ну, такую среднюю сумму я поставлю на тотал больше 7,5, потому что заходить эта ставочка должна, зная Джона Райдера, и то, что на полный бой я заряжу, там, незначительную сумму тоже. Ну, что же, друзья, в принципе, я думаю, описал я вам такой, в принципе, незначимый поединок и абсолютный фаворит, казалось бы. Ну, как по мне, вот я не выделил неплохую ставочку, как тотал больше 7,5 практически за двушку. Так что, друзья, делитесь своими мнениями на этот счет, что вы мне скажете, да. То есть, ну, все, что вам приходит в голову, как вы считаете, как, может, по-вашему, в первой половине вообще Смит с ним должен разделаться, да. Но, как по мне, то это нет. Этот парень, как говорится, воин. Вот, друзья, в принципе, такой у меня был прогноз на этот бой. Теперь хочу услышать от вас как можно больше комментариев, что вы думаете по этому поединку. Ну, а так, друзья, в принципе, на этом и все. Будем с вами прощаться. Верю я в то, что продержится Джон Райдер. Ну, а на этом у меня все, друзья, и до новых встреч.